Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Кулакова Как сообщал РБК Уфа, в мае компания опубликовала окончательный вариант финансовой и бухгалтерской отчетности за прошлый год. Чистая прибыль составила 192 миллиона рублей, что в 1,8 раза меньше показателя 2021 года. При этом выручка «Газпром» газораспределения Уфа выросла на 10% с 10,5 до 11,5 миллиардов рублей. Корпорация развития Башкортостана представила новую площадку для инвесторов площадью свыше 3 гектаров. Она находится в Болтачевском районе республики. На ее территории расположены складские и административные помещения общей площадью 1800 квадратных метров. Площадка подойдет для производства бетона и профнастила. Территория обеспечена водой, электро- и газоснабжением. Также имеет асфальтированные подъездные пути. Площадка находится у дороги Бураева-Староболтачева-Куэда. Она соединяет Башкортостан с Пермским краем. Подробнее ознакомиться с этим и другими объектами можно на инвестиционной карте корпорации развития. В Инорсе проведут реновацию. Администрация Уфы выставила на торги право на проведение комплексного развития территории в микрорайоне. Минимальная цена 6,5 миллионов рублей. Как сообщает мэрия, застройку планируют на участке общей площади 25,5 гектаров. В рамках проекта снесут более 20 аварийных многоквартирных домов, а также индивидуальные жилые здания, в которых отсутствуют централизованные инженерные системы. Их собственники получат компенсацию или новые благоустроенные квартиры. В новом квартале планируют построить современные жилые комплексы площадью до 200 тысяч квадратных метров, школу, детсады и игровые спортивные площадки. Часть социальной нагрузки возьмет на себя застройщик. Общий объем инвестиций по проекту составит более 16,5 миллиардов рублей. Срок завершения работы – 2035 год. Проект реновации в Инорсе станет вторым в Уфе в рамках комплексного развития территорий. Этот инструмент позволяет повысить темпы строительства при сохранении качества, отмечают эксперты. Главная задача – это ускорение реновации территории, повышение качества городской среды. Позволяет застройщикам легче двигаться в своих проектах. Ну и для общего очень важно – это включение, вовлечение в процесс частных инвестиций. Прием заявок на проведение комплексной застройки в Инорсе продлится до 12 июля. Итоги конкурса подведут 17 числа. Всего ближайшие два года в Уфе планируют выделить 26 площадок под комплексное развитие территорий. На них построят более 2,5 миллионов квадратных метров жилья. Транспортная развязка на трассе М-5 до примыкания к Нагаевскому шоссе готова на 70%. Сегодня представители Минтранса мэрии Уфе ознакомили с ходом работ на объекте. На данный момент подрядчик «Урал-Мостострой» выполнит монтаж опорных конструкций, отсыпал песчано-гравийную смесь, завершил сварку швов пролетных строений. Сейчас ведутся работы по монтажу бортовых камней, устройства наружного освещения. Со стороны Нагаева прокладывают новую дорогу. Все строительные материалы проходят лабораторные исследования, а строительство ведется под строгим контролем. Осуществляем, да, регулярно приезжает городская лаборатория, то есть и образцы бетона, и асфальта бетона, и уплотнение земного полотна, щебня. Все это производится в свое время. Сложности были при устройстве, значит? Ну, при монтаже пролетных строений балок, да, 30-метровых, 33-метровых, они у нас достаточно такие тяжелые, 60 тонн. Пролет 2-3, монтаж вели над железной дорогой. Вот. Часть балок, значит, проходилось монтировать одним краном, часть балок потом, значит, монтировали двумя кранами. Закидывали, значит, одним краном, потом перехватывались двумя кранами. И, ну, вся сложность – это то, что регламентировано по времени. Напомню, строительство путепровода вблизи Зинина начали в 2021 году. Работы финансируются из бюджетов республики и Уфы. В 2021 было выделено 202 миллиона, в 2022 году – 125 миллионов рублей. В этом году – более 1 миллиарда. Протяженность участка составляет почти 2 километра. Ширина проезжей части – 20 метров. Все работы планируется завершить до сентября этого года. У меня на этом все. Оставайтесь на РПК.